Другой пожар сегодня тушили на Кронштадтском бульваре. Там горели жигули. Только огонь в этот раз был управляемым. Столичные спасатели провели учения. Кроме тушения пожара на дороге, они отрабатывали эвакуацию пострадавших в ДТП. Тренировка прошла в рамках акции «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». За работой спасателей наблюдал Антон Анисимов. Автомобили столкнулись лоб в лоб, а водители оказались заблокированы внутри. Чтобы эвакуировать пострадавших, стареньким жигулям пришлось разбивать стекла. К счастью, это сценарий учений для спасателей. Машины расположили прямо напротив пожарной части, поэтому и помощи долго ждать не пришлось. Но и в реальных ситуациях времени на раздумья у них нет. Алгоритм наработан годами. Сразу мы определяем непосредственно, что произошло и в каком состоянии находятся пострадавшие. А дальше? Дальше мы проводим оцепление, продолжаем действия по, скажем так, обесточиванию объекта автомобиля. И в дальнейшем уже непосредственно приступаем к, скажем так, иммобилизации пострадавшего из автомобиля. На спасение жертв ушло в итоге не больше 20 минут. Крыши автомобилей срезали, а водителей передали в руки медиков. Раз, два, три! А это уже второй этап учений. Здесь жертву пришлось принести третьей «Жигули». От такого пламени надо было отойти метров на 10. Подойдя ближе, создавалось ощущение, что находишься в печи. Спасатели говорят, что во время учений, конечно, все дается намного проще. Ни места, ни масштаб трагедии в реальной жизни предугадать никто не может. В остальном все максимально приближено к боевым ситуациям. Все абсолютно то же самое, как пожарные подразделения, пожарно-спасательные. Спасатели все приезжают на дорожно-транспортное происшествие. Все могут, абсолютно все могут оказать первую помощь, работа с пострадавшим, постоянный контакт. Во время учений спасатели представили еще и новые комбинезоны, которые, скажем так, поступили к ним на вооружение совсем недавно. Один из них сейчас на мне. Его главная особенность в том, что он не горит в огне, не пропускает высокую температуру и воду. Ну вот теперь, наверное, я окончательно похож на человека, который спасает людей и борется с огнем. Но в таких делах, наверное, все же главное не это, а высокий профессионализм и мужество. Антон Анисимов, Евгений Бех и Станислав Черышев. Москва, 24.